так здравствуйте прекрасные здравствуйте присоединяйтесь присоединяйтесь у нас сегодня с вами эфир как любите выбирать себя я рада вас приветствовать меня зовут юля ходарцева я психолог расстановщик энерготерапевт я специализируюсь на вопросах любви к себе ценности себя богатство процветания у меня даже есть одноименный подкаст о богатстве ценности себя и престижа подкаст номер один в россии вы можете его тоже бесплатно все слушать я надеюсь что вы уже многие слушаете и надеюсь что вы оттуда очень много черпаете потому что по сути своей любовь к себе она и составляет основу вашей жизни вы не можете ничего сделать с миром и вы не можете двигаться вперед если вы на самом деле не на любви научились любить себя ваша любовь которую говорить я так люблю там его я готова ему за него отдать свою жизнь это вообще не любовь а так называемая созависимость это когда вы в поисках базовых травм любви мамы и папы начинаете искать любви партнера из это готова отдать ему все себя то чтобы получить обратку а там любви на самом деле как таковой нет там есть все что угодно кроме любви поэтому знаете вот если говорить о том и зачем нам сегодня любить себя оценить есть такая базовая история что он испокон веков изначально с момента нашего рождения нам начали вкладывать историю что надо будут любить за что-то нас приучали к тому что мы будем хорошими за что-то это началось с психотерапевтической точки зрения на уровне наших родителей продолжилась на уровне красной пасты когда если мы делали ошибки вас не любили нас заставляли там писать зеленые пасты и прочее прочее то есть своей базе на самого детства учили не любить себя для нас была любовь отождествлена то есть равна тому насколько ты отдаешь себя другим людям то есть ты была хорошей девочкой ты был хорошим мальчиком ровно настолько насколько ты отдавал свою всю свою жизнь ради кого-то то есть можно сказать туда себя подкладывал да грубо буду говорить вот то насколько мы могли быть подстилками для других людей то настолько нас вроде как нам казалось и любили ну по сути никто нас там не любила нас больше использовали но самого детства вот эта вот история быть удобной быть хорошей быть комфортным для других для меня всегда отождествлялась любовь но здесь важно понимать когда мы начинаем становиться комфортными или удобными для других людей мы в первую очередь придаем кого себя да а когда мы придаем себя они какой любви к себе речи быть не может просто ее не может быть в принципе как таковой и мы должны вот это вот очень четко с вами всегда отслеживать поэтому любите выбирать себя первое что мы должны понять что любовь не равно быть удобной для кого-то то есть когда мы становимся удобными для кого-то это не значит что мы кого-то любим второе что мы должны понять с вами что самого детства мы пытались заслужить любовь наших родителей и мы пытались быть самыми лучшими самыми комфортными самыми удобными потом мы когда идем в наш мир то есть идем вперед да мы тоже самое хотим заслужить чью-то любовь и тогда мы тоже идем и предаем себя так вот здесь важно понимать для того чтобы научиться любить ценить и уважать себя я ни для кого не открою америку давно со мной в этом давным-давно знаете кто давно меня слушает для того чтобы начать любить ценить уважать себя нужно в своей базе понять и принять что ваши родители априори вас любят то есть по сути с психологической точки зрения каждый раз когда вы идете и предаете себя в социуме с вашим партнером с вашими детьми с вашими друзьями с кем-то еще вы по сути ищете так называемой любви ваших родителей то есть вы своих друзей подруг вашего мужчину там вашу женщину ваши детей вкладываете вот этих вот родителей и пытаете все перед ними заслужить любовь так вот здесь важно понимать уже не нужно ни перед кем никого заслуживать потому что ваши родители априори вас любят они генетически вас любят не может ни один родитель не любите что вам нужно сделать вам нужно растождествить ваших родителей с вашим окружением смотрите вот это ваше окружение это ваши родители и родители поставить за свою спину и признать что они вас любят такими какие вы есть да и перестать пытаться заслуживать любовь и вот если мы с вами возьмем два понятия и сравним их давайте возьмем понятие хорошая девочка и плохая девочка вот мысли возьмем понятие хорошая девочка она какая услужливая жертвующая собой удобная отдающая, поддерживающая, плохая девочка, выбирающая себя, плюющая на чужое мнение, эгоистичная, и какая она там еще, жесткая, отстаивающая свои границы. И вот здесь важно понять, что вот эта вот плохая девочка, это базовое состояние взрослой женщины. А когда я взрослая, тогда я в базе люблю себя и выбираю себя. А когда я маленькая, я услужливая и прочее, прочее. То есть важно здесь понять, первый шаг на пути к любви к себе, а, это принять своих родителей, б, это стать взрослой и взять ответственность. И да, для кого-то я буду неудобная, да, для кого-то я буду жесткая, для кого-то я буду невыносимая, но я здесь во взрослой позиции. А взрослым девочкам обычно взрослые машины, взрослые мужчины, большие деньги. Взрослым девочкам обычно, да, там взрослые должности, большие бизнесы, хорошие отели. А маленьким девочкам конфетки, сосалки, мармеладки и всякая херата. Поэтому вот здесь вот важно осознать, что любовь к себе начинается с того момента, где вы взяли ответственность и стали взрослой. А там, где вы взрослые, вы так или иначе попадаете в состояние немного неудобное для общества. Да, вы попадаете в состояние «я немного неудобное для общества». И для того, чтобы полюбить себя, шаг номер три. То есть первый шаг – принять своих родителей и понять, что наши родители, они уже нас любят самые лучшие. Второе – признать, что нужно брать ответственность на себя и быть тотальной ответственностью. И третье, что нужно сделать, чтобы полюбить себя – это научиться чихать на общество. Понимаете? Почему я так жестко, да? Я вообще такой терапевт достаточно жесткий. Почему я так жестко? Вот это «люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех». Почему я так жестко здесь? Потому что мы испокон веков привыкли подстраиваться под общество. На нас кто что скажет, кто что подумает, кто как посмотрит. Вот наша задача с вами для того, чтобы полюбить себя, понять, что что бы о вас ни сказали, что бы о вас ни подумали, куда бы вас ни привели, на вас это никак не повлияет. На то, насколько вы себя цените, это никак не повлияет. То есть ваше внутреннее состояние тотально не должно зависеть от общества. И поверьте, вот эти взрослые девочки, которые выбирают себя, которые плевать хотели на мнение других людей, которые четко где-то жесткие, которые умеют говорить «нет», посмотрите, как к ним относится общество. А к этим девочкам, которые, с одной стороны, всем хотят быть удобны, угождают, занимают деньги, помогают, на них общество хотело бы плевать. Поэтому мы принимаем своих родителей, мы признаем свою взрослую позицию третья, мы перестаем пытаться быть удобными для гребана общества, понимаете? Когда мы перестаем это делать, нас начинают любить, ценить и уважать. Вспоминайте таких людей, когда вы там находитесь в каком-то, я не знаю, на какой-то вечеринке, и приходит там женщина или мужчина, который фиолетово на все. Кто что скажет, кто что подумает, кто что сделает. И вот здесь это очень важно. Это такой третий шаг любви к себе. Дальше идем. Четвертый шаг любви к себе. Это тяжело сделать. Ну, смотрите, вы же для этого эфиры смотрите, да? Я как раз-таки тот самый терапевт, который вообще не важно, что я говорю, у вас простраивается внутреннее состояние. Да, я как раз-таки тот самый терапевт, я там занимаюсь расстановками, работой с полем, у меня все такие расстановочные, мощные, полевые марафоны. Они все, даже не важно, что я говорю, у вас внутренне меняется состояние. Да, попав в мое пространство, вот вы так или иначе прорабатываете ценности себя, любви к себе, родителей, деньги и прочие-прочие моменты. Поэтому здесь это очень важно. Четвертый такой жирный пункт к данному вопросу. Старайтесь всегда выбирать себя и находить места, где вам комфортно. Всех обнимаю, целую и... Субтитры сделал DimaTorzok